МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профессиональное мастерство, участие работодателей и выявление талантливых людей с инвалидностью. В Каспийске прошел чемпионат Абилимпикс. Приобретенная гидроцефалия. Мне ее даже на днем хоть минут 10-15 только можно ее на руки. Из-за чего остановилось физическое развитие пятилетней Самиры из Хасавертовского района в сегодня выпуске. Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении от должности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен вице-спикер Государственной Думы, глава фракции партии «Единая Россия» Владимир Васильев. Об этом говорится в сообщении Кремля. На встрече с Васильевым Путин отметил, цитирую, Владимир Абдулевич, Вы знаете, что когда речь идет о Дагестане, мы всегда имеем в виду, что это один из важнейших регионов страны в целом, не говоря уже о Кавказе. Это очень красивая республика, красота ее не только в природе, красота которой очевидна, но прежде всего в людях, которые там живут. Я представляю, насколько непростая задача предстоит. Но я сделаю все с тем, чтобы вы не пожалели об этом. И самое главное, чтобы люди тоже почувствовали, что можно и нужно делать для их лучшего. Буду стараться сделать это искренне, ответственно, опираясь на людей, на местные кадры, безусловно. Отметим, что Васильев, генерал-полковник милиции в отставке, также ранее был заместителем секретаря Совета безопасности. Также президент России Владимир Путин сегодня принял в Кремле верительные грамоты от новых послов 20 стран в России, в том числе от посла США Джона Хансмана, посла Франции Сильвии Берман и посла Евросоюза Маркуса Эдерерра. Церемония традиционно проходила в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Грамоты Путину вручили также 17 вновь при высших послов. Верительные грамоты необходимы для аккредитования в иностранном государстве документ, который выдается дипломатическим работникам высшего уровня. Приняв грамоты, президент традиционно выступил с речью, в которой дал оценку текущей международной ситуации и охарактеризовал отношения России с государствами, чьи послы вручили ему верительные грамоты. Церемония открытия первого регионального чемпионата для людей с инвалидностью «Обилимпикс» состоялась в Дагестане. За право называть себя лучшим молодым специалистом борются около 40 претендентов по пяти компетенциям. Подробнее расскажет Ларьяна Шамхалаева. Движение «Обилимпикс», основанное в Японии в 1970-х годах, пришло в Россию впервые в 2014-м, а сегодня в Дагестане впервые проходит первый региональный чемпионат «Обилимпикс». Массажисты, переводчики, программисты, ювелиры. «Обилимпикс» – это уникальная площадка, где люди с инвалидностью могут доказать, что их возможности на самом деле совсем не ограничены. Движение «Обилимпикс» – это шанс для претендента найти работу, а для работодателя – обрести квалифицированного работника. Конечно же, одна из главных задач, главных целей регионального чемпионата – это формирование общедоступной платформы, благодаря которой школьники, студенты с ограниченными возможностями здоровья познакомятся с различными профессиями и специальностями. Футболист сборной команды Дагестана по мини-футболу «Б1» для слепых Мурат Умаров признается, что главное в этих соревнованиях – отнюдь не победа. «Для меня этот фестиваль является очень важным, так как в первую очередь хотелось бы, чтобы у меня появилось побольше качественных, хороших партнеров по команде, так как этот футбол развивается всего лишь два года, и не все о нем знают». На конкурсных площадках люди с инвалидностью демонстрируют свои профессиональные способности. Расскажи, пожалуйста, что ты делаешь? Вот, это сумах. Сейчас в данный момент я делаю петушки. Как это называть петушки? Это основной рисунок. Через сколько времени ты закончишь эту работу? Ну, я только как начала, не знаю, пока что. Много времени уходит? Ну да. Но какими бы дружелюбными ни казались участники, это чемпионат по рабочим профессиям. И все конкурсанты оцениваются приглашенными специалистами, как и положено на соревнованиях. Проводится этот чемпионат по пяти компетенциям. Он, этот чемпионат, проводится для того, чтобы вы, победители, участвовали в общероссийском конкурсе, чемпионате «Обилимпикс», и проводится по пяти компетенциям. Каждая компетенция, она предполагает определенное количество баллов. Участники, набравшие наибольшее количество очков, представят Дагестан на общероссийском конкурсе «Обилимпикс». Сегодняшнее мероприятие подарит этим участникам прежде всего надежду на светлое будущее, на возможность трудоустроиться. А мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы помочь им в этом. Закрытие чемпионата и награждение победителей пройдет 4 октября на территории детско-юношеской спортивной школы «Энергия» в городе Каспийск. Ларьяна Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ «Каспийск». В Дагестане продолжается реализация проекта «Комфортная городская среда». Проект предусматривает благоустройство территорий в населенных пунктах с населением более тысячи человек. На финансирование мероприятий в Дагестане запланировано 700 миллионов рублей, 78 из которых выделены Дербенту. В Дербенте в эту федеральную программу на нынешний год включены два парка, а также восемь многоквартирных домов и территорий. В список на благоустройство в первую очередь были включены дома, построенные в середине еще прошлого века и имеющие наибольшую изношенность. Работы по благоустройству при домовых территориях начались после утверждения дизайн-проектов. И в соответствии с пожеланиями жильцов, домов во дворах будут оборудованы парковочные места для автомобиля, детские и спортивные площадки, установлены беседки, скамейки и урны, а также посажены деревья. Дома и придомовые территории, которые имеют меньшую изношенность, будут благоустраиваться в 2018 году. Дагестанец спас от неминуемой гибели женщину и ее четверых детей. Инцидент произошел в Махачкале на улице Акхалова. Утечка угарного газа привела к чрезвычайной ситуации. Сосед, услышавший отчаянные крики, ринулся на помощь. Его оперативные и рассудительные действия спасли пятерых человек. Как все происходило, в подробностях расскажет Камзат Нурмагомедов. Плач ребенка, утечка угарного газа, охватившая весь дом, отчаяние на лице матери. В эту прохладную ночь многодетная мать включила отопительный котел, чтобы согреть комнаты. Не предвещая беды, все легли спать и через три часа каким-то чудом плач малыша подал сигнал тревоги. Несколько мгновений спустя мать поняла, что произошло. Я пыталась спасти себя от детей, я смотрела, переглядывалась и думала, кто с ней сумелек. Я спала из них, я потеряю сегодня. Я орала, я кричала, я просила о помощи. Я его кидала на окно, он как овощ, падался, звукал, как мертвец. И мир переворачивался, и я другого. Третий, почему он лежит, почему он молчит, его трясу, ору, кричу. Никто не помогал. Вот это просто. Услышав крики о помощи, сосед с противоположного дома выбежал на улицу. Он направился к дому, из которого наносились призывы о помощи. Гамид Магомедов, вспоминая произошедшее, говорит, что в первую очередь попросил мать выбросить детей из окна второго этажа, на котором они находились. Но в этот момент она, еле держась на ногах у подоконника, была не в силах сделать это. Я быстренько прошел туда, это пошелкал, это пошелкал, здесь не было доступа. А это окно не так было, оно на откидном замке было. Я смотрю, ну бил, бил, не получилось. Потом взял вот так, ногой выбил, оно туда полетело внутрь, эта форточка полностью. Отсюда залез, и там дальше дверь тоже заперта оказалась. Ну его тоже разбил, и вот туда я в зал, в коридор попал. Вот когда вот эту дверь разбил, и когда уже вот здесь особо не было газа. А когда туда прошел, я уже понял, почему она кричит и так далее, да. И я уже, и там дальше тоже дверей было много, я как-то вот каждую заглянул, и одна дверь оказалась на лестницу. Увидев лежавших, недвижно маленьких детей, он схватил двоих и спустил через окно первого этажа. Там его уже встретили подбежавшие соседи, молодой человек и его мама. Передав детей им, он вернулся обратно. А в этот момент она сверху скинула годового ребенка, я его поймал и передал вниз матери, чтобы она занесла домой. Затем, поднявшись по трубе, Рамзан Буржунов спустил потерявшую сознание мать уже по поставленной лестнице. А в это время последнего, самого старшего ребенка Магомедов поднял на плечи и вынес через первый этаж. Я за маму успугался, но так и за газа не успугался, на меня даже ничего не действовало. Из-за сильного давления газа был большой риск начала пожара. Чтобы избежать этого, Магомедов остался внутри и проветрив все помещения до приезда специалистов МЧС. К счастью, все обошлось без жертв. Не каждый осмелится в три часа ночи встать с теплой постели и отозваться на зов помощи. Именно в такие минуты выявляются истинные герои и настоящие трусы. Гамзан Тур Магомедов, Магомед Магомедов, Селиканал, НТ, Махачкала. Благотворительный фонд «Инсан» объявил сбор средств для пятилетней Самиры. Девочки поставили диагноз гидроцефалии. Живет Самира в Хасавертовском районе, селе Муцалаул. Наш корреспондент встретилась с семьей девочки. Мне ее даже на днем хоть минут 10-15 только можно ее на руки. Потом она уже семеет. Уже на протяжении пяти лет Гульмира Раджабова проводит у кровати дочери практически весь день. Девочка не может не ходить и, несмотря на свой возраст, даже разговаривать. Приобретенная гидроцефалия – такой диагноз врачи поставили пятилетней Самире. Как все произошло, мать рассказывает со слезами на глазах. У нее температура поднялась. И мы поехали в Махачкалу в гости. Это было уже за месяц. И вот полежали нас, подержали в больнице. Из головного мозга пункцию взяли у нее. И вот полтора месяца пролежали мы домой, приехали, у нее на голове шишка вышла. Вот где родничок там. И оттуда у нее пошло это все. После того, как девочке поставили диагноз, прошло почти пять лет. Самира нетранспортабельна. Вывезти ее можно только на воздушном транспорте. На что у родителей не хватает средств. Местные врачи за операцию не берутся. И теперь у матери надежда только на иногородних. Хуже нее детей, вот этот Ряза, который в Рязани приехал, врач, индейец он. Вот он даже хуже этих детей лечь операцией. Потому что вообще, у которого жизненного не было шанса, ребенка полтора метра, ребенок сделал операцию, вот обычному сделал он голову. В этом маленьком крохотном доме семья Саралапова живет уже пять лет. С того самого момента, когда маленькой Самире поставили злополучный диагноз. Помогают все, кто может, даже хозяйка квартиры. До этого семья жила в Чечне. Но после случившегося приехала на родину в Хасавюртовский район. Ведь здесь родные и близкие. Всех гостей и желающих помочь семья встречает радушно. Ума Ибрагимова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Муцалаул, Хасавюртовский район. В Левашинском районе Дагестана планируют построить водохранилище объемом 850 тысяч кубометров. Строительная работа запланирована на 2018-2020 годы. Цель строительства водного объекта – гарантированное водообеспечение жителей Левашинского, Сергокалинского и Кокенского районов. В Дагестане появится тепличный комплекс мощностью до 300 тонн овощей в год. Строительство объекта, благодаря которому в республике будет создано 220 рабочих мест, завершится к 2025 году, сообщили при службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. Более полутора тысяч жителей Кайкетского района Дагестана остались без газа. Специалисты газовой службы приступили к восстановлению газоснабжения в Кайкетском районе, где произошла учечка из надземного газопровода. На дочерние предприятия «Газпрома» в Дагестане наложены штрафы на общую сумму в 900 тысяч рублей. Как сообщила пресс-служба дагестанского УФАС России, ведомство наложило 18 штрафов на три дочерних предприятия «Газпрома» за непредоставление информации в положенный срок. Ранее УФАС Дагестана в рамках возбужденных дел по признакам нарушения федерального закона о защите конкуренции запросила ряд документов и сведений у трех предприятий «Газпрома». Установленные законом сроки все три общества запрошенную информацию не представили. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар остановился на отметке 57,93 рубля, евро – 67,98 рубля. На этот час у нас все, еще больше информации вы можете найти на нашем сайте nnttv.ru. Не переключайтесь.